Приветствую вас, давайте рассмотрим ваш вопрос. Как перебороть свою привычку гадать? Постоянно хочется знать, что думает обо мне тот или иной человек, что чувствует, что будет в жизни, на работе, причём говорят ведь, что гадать вредно и грех. И можно судьбу прогадать, но вот тянет. Как это проработать? Ну, в первую очередь здесь хочется сказать, что на неком таком вот субъективном уровне, то есть на уровне восприятия, вы как-то отделяете, во-первых, судьбу, да, во-вторых, гадание, и, в-третьих, в общем-то, тот социальный результат, который вы получаете в результате своих действий. Понятное дело, что гадание здесь, по большому счёту, это компенсация. То есть вы компенсируете какой-то свой, можно сказать, в проседающий момент. То есть, условно говоря, как это работает? Как это происходит? Происходит это так, что, например, вы не уверены в себе. Ну, к примеру, вы не уверены в себе. Вот. Вы не уверены в себе, допустим. И, будучи не уверены в себе, вы обращаетесь к... ну, к чему-то вовне, по сути. К чему-то, что может, по вашему мнению, вашу проблему решить. И вот это вот как раз то, что я бы назвал такой субъективной дистанцией. То есть вы дистанцируете субъективно от того, что является по факту вашей внутренней личностной проблемой. Например, проблема неуверенности в себе. Например, проблемы, допустим, страха оценки. Вот. Ну, то есть, вот вы боитесь, как бы, оценки. Вы боитесь негативной оценки. Дальше. Желание узнать, что будет дальше. Это страх перед неопределенностью. Собственно, то, что и сказал мой коллега. Кутрыщев Игорь Леонидович. Это именно страх вот как раз перед неопределенностью. То есть мне. достаточно тяжело, мне достаточно трудно выносить чувство неопределенности. чувство, что, ну, я что-то, например, не могу контролировать. Допустим. Допустим. Я пытаюсь это компенсировать. Я пытаюсь это компенсировать способами, которые я знаю. А способы, которые я знаю, это вот попытаться предопределить. Да? Способы, которые я знаю, это попытаться предопределить вот то, что будет, вот, например, со мной, ну, происходить. Вот. И естественно, конечно же, в этом смысле вам, ну, тяжело. Поэтому работать здесь нужно исключительно с вашей такой вот внутренней противоречивостью, тревожностью, неуверенностью в себе. страхом. То, что вы по факту себя не слышите. Не слышите того, что может быть хотите, не слышите того, что может быть вам нужно, не слышите того, что ну, как бы вас интересует. Да? И так далее. То есть тут вот такая история. и, как вы можете видеть, это больше про вас. Это больше про вашу личную ответственность. мы так говорим. А гадание это больше про другое. Гадание это больше про вывод вовне то, что вас беспокоит. понимаете. Понимаете вам какая история. Вот так вот. я думаю, что примерно такой ответ вам можно дать. На мой взгляд. И соответственно спросите себя «Готовы ли вы этим заниматься?» Потому что не буду спорить, не буду скрывать. Гадать просто. Так вот. Ну, проще всего. Проще всего сделать. прогадать. Проще всего погадать. Но это не решает проблем. А только наоборот еще больше вас делает другим. как бы зависимым. Теперь уже от внешних факторов. То есть, что по сути получается? Получается, что вы одну зависимость? потребность меняете на другую. Вот. Получается, что вы одну потребность как бы подменяете другой потребностью. вот. Ну, естественно, что ничего вы этим конечно же добиться не сможете. Ну, вы и сами наверное в этом убедились. Вы сами в этом убедились. Вы Иначе бы не спрашивали и не задавали бы тех вопросов, которые вы задаете. А то, что вы задаете эти вопросы, просто говорит о том, что вы приходите потихонечку к пониманию того, что что-то не работает. И это на мой взгляд хорошо. То есть как-то от магического мышления вы несколько отходите. сейчас сейчас. Я думаю, что вы в какой-то степени боитесь боитесь, я так думаю, личной ответственности. вы боитесь того, что что-то может пойти не так, вы боитесь того, что вы можете ошибиться, вы боитесь с еще каких-то вещей. Вот. То есть тревожность есть. она присутствует. И когда вы говорите, что как перебороть привычку гадать, не надо ничего перебарывать. вот вот именно перебарывать, именно перебарывать ничего не надо. ну не очень. Это хорошая история. Когда мы начинаем пытаться что-то себе перебарывать. Есть привычка у вас. Пусть она эта привычка будет. Пусть она эта привычка остается. Просто вам по какой-то причине, я хочу, чтобы вы меня услышали вам по какой-то причине сейчас гадать, пытаться предсказывать будущее интереснее, чем ваша собственная жизнь. это пожалуй является ну наверное я бы по крайней мере так сказал самой неприятной истории. потому что в конце концов балуемся чем-то мы все. И баловаться чем-то ну вполне себе нормально. у вас еще не такой как мне кажется плохой вид хобби. ну у вас далеко не самый плохой вид хобби. Ничего в нем такого ужасного нет в вашем хобби. но то что вы не живете то что вы много сил ресурсов по факту отдаете вот этому отдаете вот это страшно. и как мне кажется я могу конечно быть не прав но как мне кажется то что условно говоря вы это понимаете сейчас очень и очень здорово то что вы заметили это это очень и очень хорошо просто теперь нужно делать шаги следующие шаги вперед а какие это шаги как таки касающиеся вашей личности Это шаги, касающиеся ваших выборов, это шаги, касающиеся ваших приоритетов, это шаги, касающиеся вашего отношения к себе самой, это шаги, касающиеся ваших желаний, ваших потребностей, того, что вам нужно, того, в чем вы нуждаетесь. Знаете, да, вот эти все вещи так важно вам научиться замечать. Сейчас вы в этом смысле, конечно, большая молодец, вы об этом заговорили, это уже круто. Но, конечно, это не панацея, и, конечно, вы делаете только первый шаг сейчас, такой осторожный, очень медленный, непередливый, но это же первый шаг. Первый шаг к тому, чтобы стать немножечко, ну, посвободным. Вот. Поэтому я и хочу сказать, что вы молодец. большая молодец, что двигаетесь в этом направлении. Ну, как бы, сейчас. Правда, я не могу сказать, что вам будет легко. Да? Потому что, ну, это нелегко двигаться вот в том направлении, в котором нужно. Вот. Но это решаемо. Вполне решаемо. Главное, чтобы вы сейчас сохранили этот настрой, свой настрой. Понимаете? Да? Главное, чтобы вы сейчас увидели в себе возможность, увидели в себе ресурс. То есть, что такое ресурс? А? Ресурс – это некий такой заряд энергии, который вы можете на что-то потратить. Но только вам решать. А на что, собственно, я его буду тратить. Да? Всего я хочу. Вот. Примерно. Примерно. Я бы сказал. Такой ответ вам можно дать сейчас. с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения моего опыта, который у меня имеется. я очень надеюсь, что дам вам вещи для размышлений. к сожалению, к большому сожалению, ну, как бы, это не просто. То, о чем, например, я сейчас говорю. Совсем не просто. Хорошая новость в том, что первый шаг вы уже сделали. Хорошая новость в том, что вы начали мыслить в другом направлении. Вы увидели, что привычка гадать, это ваша привычка. Вы увидели то, что это не что-то, что происходит само собой. Именно поэтому вы обратились. Хотя, вы говорите, даже здесь, о том, что это грех. Т.е. 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 а то, что я хотел бы вам сейчас сказать. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. И очень надеюсь, что вы сделаете определенные выводы, которые и помогут вам начать новую жизнь. Ну, вот. В данном случае. Понимаете, да? Какая шпука. Вот это, пожалуй, тоже то, что я хотел бы вам сказать. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. И все у вас в этом смысле будет получаться. Всего вам самого хорошего. И буду благодарен вам, если вы выпишите свои основные идеи, мысли, чувства, которые у вас появились после прослушивания моего ответа. Со мной делиться ими не обязательно, но в качестве такой обратной связи для себя очень-очень подойдет.